Девушки обращаются к визажисту А мы с участницами в гостях у нашей хорошей знакомой визажиста Алены, которая делится с нами секретами своего мастерства На прошлом занятии мы рассмотрели основы косметологии, с чего начинать макияж и основы визажа Ален, чем же мы будем заниматься сегодня в твоей волшебной школе? Да-да, я не говорила именно в волшебной школе, потому что как раз визаж, а не хрустальная туфелька делают принцессу из любой женщины Здравствуйте, рада вас приветствовать в студии Мамасита и с вами я, Алена Мухаммедкулова На прошлой передаче мы разобрали тему скульптурирования Сегодня мы будем проходить тему пигментные пятна и веснушки Я очень рада видеть девушек с проекта «Стройные и счастливые» Для сегодняшнего урока мне потребуется одна модель У Гульнары овальный, больше квадратный тип лица, у нее выражены скулы нижние Как я рассказывала на прошлой передаче, мы всегда перед нанесением макияжа очищаем лицо мицеллярной водичкой После чего мы наносим увлажнение Сейчас увлажним кожу хорошенечко У Гульнары вот у нас веснушки, как вы видите У кого-то они постоянно, у кого-то они больше появляются весной У нас есть консилеры, у нас есть корректоры Что касается консилеров, они по текстуре более мягкие Консилеры бывают разных оттенков Бывает желтизной, бывает зелененький И бывает ближе к тону, светлый, темный, ну что-то под тон Обычно веснушки я замаскировываю желтым консилером Красные пятнышки, акне мы мажем зелененьким консилером Я люблю растушевывать консилер спонжиком Потом я смотрю, где недостающие участки Где я мало ли вдруг не прошла Я чуть-чуть начинаю добавлять Сразу много консилер, нельзя использовать Добавили, сейчас опять спонжиком Мы их растушевываем Теперь я хочу, я хочу под глазки добавить корректор светленький Это в общем перед тональным кремом все вот это наносится Корректировка После корректировки уже только наносится тональный крем Тональную основу подбираем по цвету кожи Как мы ее подбираем? Мы наносим вот сюда, на шейку И смотрим Так, чуть-чуть наносим Я люблю сначала нанести, а потом все растушевывать Обязательно перед тушевкой вот этой штучкой и яичком Надо, чтобы оно было мокрое Смочили, взяли тональную основу и делаем, делаем С нашей тональной основой поработали Сейчас вы видите ровненькое, красивое лицо Замаскировали, что нам надо было замаскировать Так, следующий наш этап Мы будем работать с пудрой Берем пудру, как я это делаю На крышечку чуть-чуть Ее насыпали Беру вот такого вот пушистика И вот такими вот движениями Мы запудриваем наше лицо Тем самым мы зафиксируем Все наши, всю нашу косметику То, что мы накладываем И чтобы ничего не растекалось Было так, как мы накрасили Напоминаю вам, что сегодняшняя наша тема Как правильно скрыть пигментные пятна, веснушки Вот, мы это сейчас успешно сделали Сейчас мы работаем над скульптурированием лица Я вижу вот у Гульнары чуть-чуть широкий лоб Тем самым мы скульптором затемняем овал лица Наносим над скуловой зоной Вверху хайлайтер наносим Нам надо чуть-чуть запудрить Чуть-чуть ей склонность к жирности Чтобы ничего не скатывалось На наши прекрасные яблочки наносим румяна Сейчас мы накрасим наши губки Ну, пожалуй, все Наш нюдовый макияж готов Повседневный, но с яркой помадой Идеально выровнен тон лица Идеально мы замаскировали наши веснушки Пигментные пятна Ну вот, мы заканчиваем наш сегодняшний урок Спасибо всем большое Девушкам из проекта «Стройные и счастливые» Я буду рада вас видеть на следующем занятии Всего самого хорошего В конце каждого месяца По результатам многих критериев Взамеры, взвешивания, оценка преподавателей Определяется победительница месяца Самая лучшая, самая достойная Которая получает приз от нашего реалити-шоу Центр красоты и молодости Джованни Это современный комплекс Медицинских и косметологических услуг И сегодня наша участница идет на консультацию Конечно же, именно сюда Меня зовут Баев Дмитрий Я пластический хирург клиники Джованни Сегодня вместе с нами Атгамова Алина Ленарисовна Является главным врачом клиники Джованни Ведущий наш специалист По малоинвазивным технологиям В косметологии и пластической хирургии Здравствуйте, меня зовут Гульнара Я очень рада, что я сегодня пришла к вам По ходу проекта у меня возникли некоторые вопросы Вот я худею То есть это моя не первая попытка И я занимаюсь активным спортом Но живот, то есть меня он не радует Также сказались роды Я вижу там то, что нужна пластика Ну вообще путей в этой ситуации может быть много То есть один это более радикально, естественно Речь идет о хирургических каких-то процедурах Другой более консервативно С определенными возможностями нашей клиники Мы можем добиваться определенных результатов Я их, конечно, не сравниваю с хирургическими возможностями Но тем не менее Поэтому полный комплексный подход к новым контурам Это работа нескольких специалистов В том числе и пластический хирург Это и эндокринологи Это и специалисты по фитнесу На мой взгляд, если живот действительно уходит плохо Если имеются выраженные избытки кожного лоскута В общем-то То нужно решаться на операцию У нас есть эксклюзивные методики И Дмитрия Анатольевича, я думаю, он более подробно расскажет Но когда он делает обдомные пластики Они всегда сочетаются с работой на аппарате Вейзер Который в России где-то на сегодняшний день Около 10 аппаратов И вот один из них представлен в Уфе С помощью сочетания серьезной такой операции Как обдомная пластика С Вейзер ассоциированной ультразвуковой репосакцией Дает максимальные результаты Но для этого вам нужно быть к этому готовы Если брать методики косметологии Конечно, мы тоже можем сделать многое Но в конечном счете Это будет примерно наполовину тот результат Который вы могли достичь с помощью хирургии И это очень здорово То, что вы сейчас занимаетесь как раз-таки уменьшением объема Потому что далее уже хирург сможет виртуозно поработать А не просто работать для того, чтобы максимально все выкачивать Отрезать и так далее Если речь идет у нас о липо-абдоминопластике То, безусловно, это большая работа Которая подразумевает и нахождение в стационаре То есть некоторые болезненные ощущения Довольно-таки продолжительная реабилитация Ну, порядка двух-трех недель Поэтому похудение до операции Оно всегда всячески приветствуется нами И мы в этих ситуациях можем более прогнозировать Именно результат Отдаленный результат нашей операции То есть возможно сочетать и спорт, и питание, и процедуры? Безусловно, это не только можно Это нужно сделать И это будет всегда, всегда будет давать очень хорошие результаты И они будут соответствовать вашим ожиданиям Я предлагаю вам переодеваться И, соответственно, проходить в фитнес-зал Готовы? Конечно Здравствуйте, меня зовут Наталья Дроздова Я фитнес-тренер в студии клиники Джованни У меня в гостях сегодня на тренировке Подопечная Гульнара, участница проекта «Стройные и счастливые» Гульнара, сегодня часть тренировки на общее укрепление тела Мы проведем на уникальном тренажере «Реформер» Тренировка по методу «Пилатес» Которая позволяет равномерно распределить нагрузку на все тело При этом не перенапрягая мышцы спины И напротив укрепляя их Данный тренажер помогает равномерно укрепить все группы мышц При этом не перенапрягая позвоночник То есть спина ваша находится в безопасности Если у кого-то есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом И запрещены тренировки силовые в тренажерном зале То это идеальный вариант На одинаковом расстоянии стопы и колени Хорошо Дальше отталкиваемся ногами Отъезжаем назад Не бойтесь, здесь пружинки И мягко приезжаем вниз приторможенной пяточкой Данное упражнение разминчено Они позволяют разогреть и подготовить к тренировке позабедренные суставы Параллельно мы выравниваем осанку Расправляются лопатки Держим голень параллельно полу Замечательно! И движение руками вниз Натягивая трос И снова вертикально вверх В этом упражнении Укрепляются мышцы пресса Укрепляются мышцы поясницы Задействованы мышцы ног Не двигаем платформу Только раскрываем руки в стороны Делая вдох На выдох собираем Данное упражнение позволяет растянуть И укрепить грудные мышцы И проработать мышцы спины Вторая часть нашей тренировки Это кардио на беговой дорожке В костюме гипокси Данный костюм Создает вакуум И в массажной камере Которая расположена в области живота Поочередно нагнетается давление И создается вакуум То есть эффект присосок Которые с разной частотой С разным давлением Оказывают воздействие И помогают избавляться от жировых отложений Локально Процедура занимает 20 минут В это время человек ходит на дорожке В комфортном темпе Можно делать как самостоятельную кардио тренировку Получасовую Так и сочетать с пилата С любой силовой тренировкой В качестве дополнения Оказывается лимфодренажный эффект То есть вы избавляетесь от лишней жидкости Тем самым уходят объемы Помимо данных тренажеров Здесь есть все для того, чтобы вы достигли своей цели Независимо от того, работаете вы на жиросжигание Либо на набор мышечной массы Хотите силовые тренировки? Мы занимаемся со штангой по индивидуальной программе Хотите тренировки на растяжку? Прекрасно! Несколько раз в неделю Уделяем время растяжке Параллельно укрепляем спину Составляем индивидуальную программу И вы достигаете своей цели Максимально эффективно и безопасно Будем рады видеть вас в студии фитнеса Джованни Клиник Ну что, Саня, я вижу, ты полностью поверила В реальность нашего реалити-шоу И даже сама провела несколько занятий Для участниц по дефиле Мало того, я даже попробовала себя в роли ведущей Ну как, понравилось? Ох, нелегкая эта работа Ну а ты как думала, конечно Скажи, а что с твоим весом? Вес встал Ну, конечно, это заметно Но так бывает Я успокою тебя Поэтому особо не волнуйся Тренеры мне все объяснили Такое бывает, но все равно Ну что ж, продолжай активно заниматься И у тебя все получится Я верю, что все будет хорошо А мы с вами продолжаем следить за успехами наших участниц Изменить себя – это очень непростая задача Для того, чтобы сделать еще один шаг Подняться на еще одну ступеньку выше Нужно ежедневно и серьезно работать над собой К сожалению, не всем это удается По тем или иным причинам Несколько наших участниц покинули проект Что это? Проявление слабости? Жизненные обстоятельства? Или неожиданно пропала вера в себя? Не знаю Но я точно знаю одно Что на проекте остались только самые стойкие И самые целеустремленные И вместе с ними мы продолжаем двигаться по пути Самосовершенствования Девочки, за мной! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok